Всем привет, с вами Ирина Чакрева, и сегодня на моем YouTube-канале будет разбор прекрасный, сексуальный Анни Сидоковой с ее мужем, но тут мне нужно посмотреть, потому что я не помню, как его зовут, Янистиму, Янистиму, наверное, если он какой-то вот типа Янистиму и Анечка Сидокова. У вас был запрос посмотреть на эту великолепную пару, которая начиналась с драмы, с того, что Анечка, конечно, не гнушалась спать с женатыми мужиками, и к чему же это все приведет, какая же у них совместимость, подходят ли они друг к другу, как ключик-замочек, родственные ли они души, как говорит сам Янистиму в одном из интервью, или уже недалеко, недалеко, что вы думаете, новая Анина беременность, а потом колокола развода, давайте разбираться. Для начала давайте посмотрим натальную карту Ани Сидоковой, это все только версия, здесь только субъективное мое мнение, никакой обиды, никакой, немножечко инсайдерской информации, и все, и все, больше ничего, ничего такого плохого про Аню не знаю. Итак, Аня является стрельцом по солнышку, и, конечно, солнышко свое явно зажигает всякими разными путешествиями, перелетами, организацией собственного бизнеса, творчеством. Солнышко в стрельце, я думаю, все-таки больше горит, чем не горит у Ани Сидоковой, именно поэтому она, значит, смогла увезти из семьи, да, именно увезти. Давайте еще раз, вот женщины делятся на два типа. Если мужчина счастлив в семье, он не уйдет. А вот если мужчина несчастлив в семье в данный момент, но в целом был счастлив в семье, вот в этот период, если придет Аня Сидокова и начнет ему тереться булочками по причинным местам, он тоже вот как бы вот, ну, то есть, вот тоже его нельзя увезти, да, все-таки нельзя. Может быть, а может и нет. Короче, мое мнение по поводу любовниц у меня есть на канале, любовницы, они так и называются, там разбирают Джоли, Лопыреву, и, в общем, и же с ними вот этих вот всех проб, как назовем так. Аню Сидокова все-таки я не могу так назвать, а вот почему. Потому что у нее очень много Козерога, а я очень уважаю знак Зодиака Козерога. У нее, смотрите, Луна в Козероге, Меркурий в Козероге, Венера в Козероге. И Козерог, если поставил цель, ему вообще все равно на все моральные, на моральные ограничения. Что там годовалый ребенок, что там как бы семья, что он сейчас там что-то там деньги не платит и все остальное. Ну, как вот обычное, вот обычное вот это поеб***нь с футболистами, баскетболистами, хоккеистами и прочим. Просто, но это же вот просто конченые ребята. Кто на них, кто на них реально ведется? А я знаю, меркантильные сучонки, которые и являются Анютка Сидоковой. Меркантильная сучонка однозначно с целями, с планами. И это неплохо, то есть это неплохо, нехорошо. Здесь как бы выводы мы делаем с вами. Единственное, что я считаю, что у семьи, особенно если она вместе какое-то продолжительное время, а тем более в той семье родился и был годовалый ребенок, то есть как бы ребенок в любой паре, когда я работаю с людьми, когда у меня были на консультации, это всегда какой-то кризис, это всегда проверка на прочность. Не все пару, у которых рождаются дети, эту проверку на прочность проходят. Но если в этот момент им еще мешает сисяста-попастая Анни Сидокова, то, скорее всего, они точно не пройдут эту проверку никогда. Но кто же об этом думает, правильно? Когда видим красивого, значит, молодого самца, правильно? Тут каждый сам за себя, да, девочки мои? Но все это очень и очень плохо закончится в Ангую. Если вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу, что будет в паре Ани Сидокова и Яни Стиму. Смотрите это видео до конца, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот YouTube канал. Итак, Аня Сидокова является абсолютной машиной до достижения своих целей, которая не останавливается и не оглядывается ни на кого и ни на что. Переступи через кого-то ради благой цели, да, плохо это, нет. Хочется иметь с этим что-то общее. Нет. Давайте о проблемах. Венера в Козероге. Венера в Козероге одна из самых проблемных. Я не удивлюсь, если вообще-то Аня Сидокова до сих пор любит и до сих пор в теплых каких-то именно чувствах находится с каким-то из своих бывших мужей, которых было миллион. И маленькая тележка, ну я не знаю, какой-то вот был один, очень яркий, очень для нее значимый, как для любой Венеры в Козероге. И главное не залипать на прошлом, но в том числе, как есть зависимость, есть контрзависимость, то здесь контрзависимость в череде мужиков. Это тоже, чтобы в том числе не сделал так больно, как тот один, единственный. Кто уж он в сердце Ани Сидоковой, я не знаю. Марс находится в Адалии. Марс в Адалии в напряженном аспекте с Плутоном и Сатурном. Что это означает? Марс в Адалии у Ании это про ее начиналку, делание и запрос на мужчину. Запрос на мужчину и в том числе ее иногда странное непродуманное поведение, за которое она потом огребает очень серьезные последствия. Марс в Адалии ведет себя странно в отношениях, когда он действительно творит глупости и нормальный любой человек это терпеть не будет. Марс в Адалии, непроработанный, зажатый Марсом и Плутоном, это страх. Это страх в том числе сексуального насилия. И, возможно, оно было в жизни Ани, потому что страх всегда притягивает события. Страх близости настоящей. Все по верхушкам, все поверхностно, все по верхушкам. Какая эротическая метафора? Все по верхушечкам. Ну, боится идти в глубину, боится себя запускать. Вообще, Аня Сидокова трусиха 100 из 100. Аня Сидокова трусиха 100 из 100 в личных отношениях. Она боится к себе подпускать. Она лучше будет делать всякую херню, которую, как козирог, за которую будет страдать и чувствовать чувство вины. Чувствует ли чувство вины Аня за то, что она сделала несчастную жену с годовалым ребенком? Если вы думаете, что нет, а вот и да. На самом деле ее очень серьезно это мучает. Она, конечно, никогда никому об этом, кроме своего психотерапевта, если он у нее есть, не сознается. Но дело такое, разрушительное. Сначала, в общем, короче, сделаю, а потом разгребаю последствия. Это вот жизнь Ани Сидоковой от страха близости. Смотрим, этого я не садиму. Он является раком по знаку зодиака. Луна у нее находится во льве. И, соответственно, запрос на жену, яркую львицу-тигрицу. Если вы не знаете, что у меня есть на канале видео о том, как женить на себе любого мужчину, посмотрите, вот оно здесь, дам целых две части. И в одной из частей я говорила, что нужно делать с мужчиной с луной во льве. Нужно максимально капризничать, нужно вести себя максимально, принеси-подай, динаму, не мешай. И при этом Аня Сидокова является все-таки известной, популярной певицей в российском пространстве. Это тоже его, конечно, подвозбудило на нее. Значит, поехали дальше. Венера, при этом у него находится в раке. То есть, важность семьи, семейных ценностей. Все это в Янисе Тиму есть. А вы спросите, а что же тогда, что же тогда эта скотина бросила семью? А эта скотина за это будет расплачиваться долгими годами. Вы знаете, на самом деле у меня просто очень много бывает, в том числе, ну, мужчин на консультации, не так много, как женщин, но очень яркие такие мужчины на консультациях, которые говорят, что их одна ошибка стоила им десятилетия боли. И, то есть, вот одна ошибка может просто испортить человеку всю жизнь. И таких историй, на самом деле, очень-очень много. Если вы думаете, что мужчины, которые вас предали или, например, оставили с семьей в Родяне Седоковой, не страдают в будущем, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, вот, дайте время. Единственное, что, конечно, это мало вас защищает от физического страдания, потому что предательство это всегда отвратительно. Соответственно, если вы сейчас в плохом каком-то состоянии находитесь, примите мои обнимашки виртуальные, что я могу вам сделать. Я могу вам посоветовать посмотреть бесплатный курс, сесть на мой YouTube-канал, взять бутылочку вина и похохотать, возможно, прийти ко мне потом на консультацию. Очень много, значит, у него запроса на семью и одновременно на звездность. То есть, он с помощью Ани Седоковой стал, естественно, более популярный. Никто из вас знал Яни Сатиму до тех пор, пока он не стал парой с Аней Седоковой. Никто не знал. Поэтому он сейчас за это все держится. Держаться будет до тех пор, пока у него, ну, как говорится, хватит терпения. Если их смотреть в Синастрю, подходит ли Аня Седокова как его идеальная родная душа? Нет, конечно. Там ебля. Пока. Дайте время. Сколько там еще времени прошло? Год, два? Ну, сейчас вот через полтора года разойдутся, если не раньше, потому что мои прогнозы всегда работают раньше. Ивлеева с ЛДЖМ. Кто спрогнозировал развод? Бузовой с Давой. Кто? При этом я разбирала Лейсян и Волю и не прогнозировала им никакого развода. Что вы думаете по этому поводу? Нужно пересмотреть YouTube-канал Иришки Чупреви. Итак, смотрим, совместимость, гармоничная совместимость между сексуальными планетами дает действительно хороший бурный секс, тем более же он молодой, тестостероновый, горячий. Аня хороша собой, прекрасно. Вот. Ну, там куча, куча напряженных аспектов именно между личными планетами, образом жизнью, как человек на нее смотрит, как он на нее реагирует. Поэтому эта пара недолгая, единственное, что может ее продлить, это сейчас общий ребенок, что, ну, я надеюсь, что Аня уроки своей козерожьей сделала и не полезет еще в этот же опыт опять, потому что она опять останется с ребенком одна. И это точно не ее пассажир, вообще ни капельки, ни капельки, ни капельки. Ей нужен намного, ну, из другого теста мужчина, более статусный, более умный, более зрелый. И это вот она взяла, как бы, мамочка-кошка взяла котенка из другой стаи, трахнула его, и теперь этот котенок ее муж. Нечеток. Насколько этого котенка хватит и насколько эта пара продлится, это терпение Яниса и его какие-то материальные, меркантильные цели на Аню Седокову. То есть он ее использует, она им затыкает свою боль, свою боязнь близости, боязнь настоящих отношений глубоких, какую-то травму, которая есть с Венерой Козероги, и однозначно любовь к какому-то бывшему, которую номер один всегда и во всем будет оставаться для нее. Интересно, как вы думаете, какой из мужей Аниседоковой был ее номером один? Так как человек Аня очень скрытный, мы очень многого про нее не знаем, но я вам точно скажу, она ни перед чем не остановится, если у нее есть какая-то цель, ни дети, ни какая-то мораль, ничего не будет препятствием для человека, у которого столько Козерога. Столько Козерога дает ее достаточно беспощадность, достаточная кровожадность при всей своей миловидной внешности, стрельцовском обаянии. Конечно, Ане хочется пожелать, чтобы она все-таки пошла работать с психотерапевтом, с психологом, или посмотрела мой бесплатный курс и что-то про себя поняла того, что не надо на одни и те же грабли наступать, не надо решать, ну не надо такую волну хейта ловить, это точно не тот мужчина, который этого заслуживает и достоин. Как вы относитесь к этой паре? Ну если вы меня просили, значит вам интересно за ними наблюдать. Поставьте обязательно лайк этому видео, посмотрите мой бесплатный курс, смотрите мой YouTube канал и до следующей встречи. Пока-пока!